Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В администрации подводят итоги новогодних праздников. Кому обращаться в случае непредвиденной ситуации? Кого коснется десятикратный рост тарифов на воду? Наше расследование – кульбиты погоды. Страну завтра ждет небывалая метель. Чего ждать анапчанам? Анапа в 2015 году вошла в десятку самых популярных у туристов городов России. Согласно рейтингу, основанному на данных бронирования гостиниц, с 1 января по 31 декабря прошедшего года туристами, путешествующими самостоятельно, самым популярным городом стала Москва. В топ-10 рейтинга также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Анапа и Ялта. Немало туристов было в Анапе и в новогодние праздники. Все оперативные службы и ведомства края в дни январских каникул отработали профессионально, не допустив масштабных ЧП и трагедий. Об этом сегодня говорил губернатор Кубани на видеоселекторе. Без аварий на объектах жизнеобеспечения не обошлось. И если к ремонтным бригадам вопросов нет, то к работе диспетчерских служб очень много претензий. В сложных погодных условиях устраняли аварии энергетики. Делали это оперативно, подчеркнул глава региона. А вот диспетчерские службы в новогодние праздники – такое впечатление, что вовсе не работали. Люди не могли дозвониться и получить информацию об авариях и ходе восстановительных работ. Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Алексеенко разработать эффективный механизм информирования жителей края в случае аварийных ситуаций. Проблема с диспетчерскими службами касается и Анапы. По завершению краевого совещания отметил глава курорта Сергей Сергеев. И поручил довести до людей телефон и оперативную службу. Если не отвечают энергетики, важной для людей информацией должны владеть дежурные администрации и ДДС. Сегодня работа именно с каждым человеком, те, которые к нам обращаются, по различным каналам. Я ставлю задачу, это первое, что мы должны сделать. Работа управляющих компаний также должна быть на виду у людей. А новчане платят деньги за содержание дворовых территорий, вывоз мусора и прочие коммунальные услуги. И имеют право спросить за работу. Качество содержания дворовых территорий. На стадии рейси. Разрабатываем табличку. И на каждом доме многоэтажном, либо малоэтажном, многоквартирном. Должна быть табличка. Какой компания обслуживается. И номера телефона. Телефон оперативных служб вы можете найти на официальном сайте администрации Анапы в разделе «Безопасный город». Сейчас на ваших экранах вы видите телефоны дежурного администрации, телефоны единой дежурно-диспетчерской службы, диспетчерских НЭСКО, районных электрических сетей и водоканала. Тарифы на воду вырастут в пять раз. С таким заявлением выступил заместитель министра строительства ИЖКХ Андрей Чибис. Он заявил, что те граждане, которые не поставили приборы учета на воду, с января этого года будут платить в три раза больше. А с июля в пять, сообщают РИА Новости. Кроме того, те лица, которые будут вмешиваться в работу приборов учета, то есть, например, поставят специальный магнит, будут платить не по показаниям счетчика, а по десятикратному нормативу. За комментариями мы обратились в водоканал. На сегодняшний день нами отправлен запрос в Российскую ассоциацию по водоснабжению и водоотведению, чтобы нам дали пояснение по поводу всей этой волны, которая сейчас идет в прессе. На сегодняшний день это постановление должно быть утверждено, по нашим данным, в конце января 2016 года. Как только что-то будет об этом известно, мы, конечно же, начнем работать. Но сейчас мы работаем в том же режиме, в котором работали. То есть, если у них нет приборов учета, мы начисляем по нормативу. Если есть водомер, соответственно, мы начисляем по водомеру. Никаких там три, четыре, пять раз пятикратных увеличений нормативов пока у нас не намечается. Европейскую часть страны завтра буквально занесет. В ближайшие дни ожидают мощные снегопады с понижением температуры до минус 20 градусов. Как сообщает Гидромедцентр России, за это время выпадет снега гораздо больше, чем за весь предыдущий зимний период. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Однако на подступах к Краснодарскому краю непогода сдаст свои позиции. Синоптики прогнозируют лишь незначительные изменения температурного режима. В ближайшие сутки мы ждем, что в крае у нас будет, наоборот, повышение температуры. По Анапе температурный фон будет до 10-12 градусов доходить. А вот, начиная уже со среды, у нас будет понижение температуры. Зарегистрировано в крае, в том числе и в Анапе. Вот те снежные заряды, которые сейчас наблюдаются в Москве, по территории края у нас наблюдаться не будут. В связи с тем, что фронты, вызывающие осадки на центральной европейской части России, к нам не дойдут. У нас погоду будут определять атмосферные фронты, расположенные гораздо южнее, проходящие по Восточной Европе и в данный момент по северу Черного моря. В дальнейшем фронты будут смещаться на юг Черного моря, как я сказал, на территорию края. Зайдет более холодная воздушная масса, начиная уже со среды. Но она относительно холодная. Мы не ожидаем, что до конца этой недели по территории края у нас будут отрицательные температуры. А, следовательно, и снега мы тоже по территории края не ждем. В том числе и в районе города Анапы. В Анапе, поскольку это Черноморское побережье и все-таки сказывается воздействие Черного моря, температуры будут даже несколько выше, чем в целом по краю на 2-3 градуса. Добраться до Анапы станет дешевле. Министерство культуры России предлагает субсидировать авиакомпании при организации чартерных туристических перевозок в наш город и установить льготные тарифы для школьников на проезд в поездах на внутренних направлениях. В ходе заседания по внутреннему туризму министр культуры Владимир Мединский предложил эту схему распространить на города-миллионники Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Челябинск. Как сказал Мединский, цитирую, «Нам кажется, более эффективным было бы субсидировать не традиционных наших авиаперевозчиков, а субсидировать авиаперевозчиков в том случае, если они формируют целиком чартеры, самолеты. Иначе мы неизбежно придем к тому, что не всегда будут субсидироваться именно туристы. Возможно, и какие-то частные поездки в эти города. Сформирован чартер – это дополнительно приезжающие туристы, которые дополнительно тратят деньги в этих регионах». И в продолжение темы о разработке еще одного туристического направления в Анапу. Правительство Севастополя в этом году намерено организовать морское сообщение на скоростных катамаранах с Анапы и Новороссийском вместо запланированных ранее рейсов в Турцию. Два отремонтированных катамарана – «Сочи-1» и «Сочи-2» вместимостью 420 человек – готовы совершать рейс в Анапу. Продолжительность поездки составит 5 часов. Изначально катамараны должны были связать Севастополь с Истамбулом, но этот проект отменили из-за ухудшения отношений между странами. В Севастополе считают, что поездки в Анапу и Новороссийск могут стать хорошим вариантом тура выходного дня. Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Сегодня наш рассказ о лучшем предпринимателе 2015 года. Все бизнес-леди на работу в лучшем платье и на высоких каблуках. У этой юной бизнес-вуманной хозяйки ресторана привычка утро начинать с кроссовок и пробежки на работу вдоль моря. Ей не чужды спорт и острые ощущения. В ее ресторане коллектив молодой, но у постоянной это единая сплоченная команда. Меню обновляется регулярно и совместное обсуждение блюд и его дегустация – своеобразный мини-конкурс профессионального мастерства местного значения. В подвалах, как у хорошей хозяйки, соленье и варенье оригинальных рецептур, где кроме традиционных огурцов и помидоров, маринованные сливы, груша, тыква и айвай они превращают привычные закуски в шедевры кулинарного мастерства. К столу подаются копчености собственного производства. И заказы на продукцию ресторанной коптильни имеют завидное постоянство. Чтобы баловать гостей свежими сыром, зеленью, рыбой, ресторатор дружит с поставщиками и лично выбирает продукцию. У фермера, у рыбаков на причале, где ценят и уважительное отношение к людям труда. За прошлый год в ресторане «Причал» побывали почти 90 тысяч посетителей, добрая половина из которых – постоянные клиенты. И только за пять летних месяцев в ресторан на Нижней набережной выбрали как любимое место отдыха 60 тысяч посетителей, в средний чек которых составил 995 рублей. Энергии Анны Николаевны Смаль хватает и на участие в общегородских мероприятиях. Ценят ее и коллеги. Все праздники и закрытие курортного сезона они с удовольствием проводят только в «Причале». В номинации «Предприниматель года» награждена директор ООО «Инвест СБ Кафе «Причал» Анна Николаевна Смаль. Желаем всем хорошего настроения, вкусного застолья. Приглашаем вас все к нам в гости. С Новым Годом! А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 12 января, в Анапе малооблачно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-11. Ночью до 8 градусов тепла. Ветер южный, 12 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова